Ваш самый первый выход на сцену в жизни, не в группе кино, а вот в вашей первой жизни. Сколько вам было лет, что вы делали на сцене и как это все прошло? А очереди? Мой первый выход на сцену. Я помню, когда в 1981 году были прослушивания по поводу организации рок-клуба. Это было, по-моему, ДК Профессоюз или что-то такое. В общем, это был мой первый выход на сцену. И потом друзья мне напомнили, как я выглядел со стороны, потому что это было ужасно. И играл я кошмаром. И, в общем, мне до сих пор неудобно за это. Ну, то есть, мне была такая история. Этот человек мне стал рассказывать, что его поразил бас-гитарист одной из групп, который был одет в какой-то мятый зеленый грязный свитер и скакал как бешеный по сцене. И у него постоянно отключался этот прибор, потому что провоз был лажевый. И, в общем, он его очень сильно достал. И я понял, что это был я. Это уже было занято несколько лет позже. Я понял, что это я, и я не признался. Еще позже. Это была группа под названием «Стая». Там был Саша Ляпин, когда на гитаре. Потом был какой-то, по-моему, покойный Миша Марин. Там, значит, вокал. И Джейнка Губерман, Драбан. Да ладно, это первый раз ты на сцену вышел. Креп, он состар такой серьезный, да? Слушай, я же до этого года Тачиеву, сеструю дома. Мне кажется, земляне были раньше, чем 1981 год. Ну, в Семяне, в смысле. Нет, ну, как сказать, я имел в виду рок-клубовская тусовка. А землянские дела, ну, понимаете, это же, собственно, это, можно сказать, ну, как это. Это первый рок-клубовский? Да. А вообще первые землянки? Да, вот. Правда? Это вообще сразу. Да, то есть сразу в городе Кирове. Ссор, не по мелочам. В городе Кирове был концерт на... В Сказионе. Вот. И... Сразу первый. Да. На сцену. Понимаешь, да? Да, понимаешь. Конечно. И там были... Киселев вообще очень странный человек. У него там все запланировано. Он везде всем расписывал, значит, необходимые движения. И там эти самые, вплоть до мимики. И нужно было в какой-то определенный момент по сцене подъезжать. И, в общем, и что-то там с какой-то позой принять. Глобальный сценарий получать. Все, ну, я попал сначала в сообществе, наверное, четырехсот таких же, как я, подростков и мелких. В хоре радио и телевидения. Вау. Да. Так я могу и пионерский лагерь вспомнить. Да. Вы про это просите про первый выход. Вот первый выход такой. А сольный он случился в классе в шестом уже в школе. Учительница английского почему-то решила, что я подаю большие надежды. Английские надежды. Слушай, что я померла? Не знаю. В общем, она предложила мне поучаствовать, сыграть сценку Декольд Берифина и Тома Сойера на кладбище с кошкой. Вот это да. Да. Вот. И мы разучили эту сценку. Я помню хорошо, что бабушка из старой шапки сшила эту кошку. В общем, реакция зала была потрясающая, потому что все решили, что это статья кошкой. В общем, успех был невероятный. А говорится, невеселая история. Но она не может быть конечно веселой. Спасибо большое. Не за что. У меня банально все. Мы в девятом-десятом классе захватили власть над аппаратурой и что-то там играли. В каких-то вечерах школьных. А будут ли еще какие-то, планируются еще какие-то премьеры, как бы именно кино, или с лирическим? Ну, осталось две песни, насколько я знаю. Это вопрос, который мы все как-то не дадим. С разным-десятом подступаем. Не дадим. Да. И, собственно, малыш. Магустический. Который мы, прямо говоря, особо не думали. Ну, посмотрим. Материалы-то все давно-давно. Скучно станет. Сделаем. Нет, если подумать, там еще на ранних квартирниках были песни, там, вроде «Стань птицей», там, «Еще мое настроение», которые в итоге электричество-то не обрели никакого. Но они, там, проблемы с голосом, я думаю. Технически совершенно невыполнимая задача вытащить из этих квартирников отдельно локальную. Ну, и помимо этого, это, в общем, акустические такие произведения, сделать из них электрическую аранжировку, мне кажется, пока нецелесообразно. Как вы относитесь к молодому поколению, к молодым музыкантам, которые зарабатывают деньги, например, не на своем творчестве, а кавер-версиями? Я немножко в курсе. Он приходит от управляющей авторскими правами компании, национально-музыкальное издательство, много запросов. То есть, мы сейчас все идет официально, и это очень хорошо, потому что какие-то версии мы отвергаем, какие-то мы даем на зеленый свет. Ну, как везде, есть талантливые исполнители, есть не очень. Хотелось бы, чтобы все-таки Витя на творчество озвучивалось прилично неисполнительно. Вообще, мне кажется, что кавер-кавер коллективы тоже одна из серьезных музыкальных профессий, задачи, требующих весьма серьезных навыков. Да, и мне кажется, сейчас, кстати говоря, время более благоприимное, ну, как сказать, к ним относятся мягко и их понимают лучше. Потому что я только что был на концерте в Ронни Скоттс в Лондоне, там была группа, которая играла каверы группы стилей «Да». Ну, вот, и играли они настолько круто, ну, в общем, это был полный состав с дудками и с несколькими клавишниками, и, в общем, это все было так сделано, что, ну, пожалуй, это звучало намного лучше, чем звучал стилей «Дэн» в записи. Даже стилей «Дэн»? Да, да. Уж, если говорить о стиле «Дэн», это группа, в общем-то, в ней играли соседчики нью-йоркские, самого высшего. Ну, вообще стилей, да, да, да. Инфа стилей очень серьезный, да. Вот, поэтому время очень благоприятно к ним сейчас, к кавер-группам. И я ничего против кавер-группы не имею. Ну, только если, конечно, и если с уважением люди относятся к материалу, который они копируют. Есть музыкальные традиции, которые подразумевают, что музыка и лирика могут как-то вот отдельно друг от друга существовать. Ну, самый простой пример, какая-нибудь джазовая баллада. Ее можно исполнить чисто инструментально, и, в общем, смысл сохранится, и впечатление на публику будет произведено соответствующее. А вот в случае с роком, с русским роком, такие возможности ограничены. И для того, чтобы коллектив групп кино снова смог гастролировать, потребовалось все равно оцифровать голос Виктора Робертовича. В первую очередь потому, что те слова, то послание, которое он вкладывал, оно, в общем, сложно воспринимается без конкретных слов. Отсюда у меня вопрос. Скажите, вот то послание, которое 40 лет спустя вы сейчас возите по стране, оно в каких-то строчках приобрело новое, актуальное, необычное звучание? Какие-то строчки вы можете вспомнить, которые сегодня звучат так, как сложно было представить, что они прозвучат 40 лет назад? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я 12 лет выступаю с проектом «Симфоническое кино инструментально». Вот, и это… Противоречит вашему утверждению. Ага, скажем так. Вот, потом ведь творчество Вити, оно такое, как бы сказать, настолько не привязано к реалиям, но при этом настолько человечное, что в любое время можно найти для себя актуальные строчки. Причем каждый делает это индивидуально. Да. То есть какие-то конкретные, которые вы воспринимали, вы действительно не находитесь тех, которые вот сейчас друг с другом. В смысле, вам интересны личные какие-то? Конечно, было бы интересно личные, но с другой стороны… Я до сих пор считаю актуальной строчкой, что если есть в кармане пачка сигарет, ну и так далее. А я уже не курю с 90-го года, поэтому для меня это в срочке не актуально. Какие для тебя актуальны? А, для меня время есть, а денег нет. Да, значит, входит ничего в голову сразу. Нет, вы знаете, постоянно выскакивает. Когда существуешь в материале определенном, я могу сказать и про Борис Борисовича то же самое, скорее даже в большей степени. Но когда варишься в творчестве определенной кастрюли творчества человека, то очень много, очень много каждый день, каждый день выскакивают какие-то обрывки текстов. Или иногда даже, то есть, в лиммере, шутки какие-то возникают, связанные с игрой слов. Как так? А? Давай, давай, поглубже. И не понятно, не попадешь с мисморка. Вы понимаете, что я говорю, да? Слитик за собой. Как известно. Буду полтора метра. Если позволите, тогда еще один вопрос. Вот этот концерт, можно ли, с вашей точки зрения, этот тур считать самым масштабным за всю историю группы кино? А я не помню. В 89-м, 90-м много есть. Много, но все равно там было, может быть, городов 12. Ага. Не будешь, да. Во всяком случае, задумался этот тур накануне пандемии. И вообще очень, ну, конечно, в глобальных масштабах и подготовка, соответственно, очень серьезная. Вот. Ну, по продакшену, мне кажется, самый масштабный, да. Хотя это, безусловно, конечно, по продакшену. Возможно, у вас действительно появятся какие-то традиции после этой встречи. Ну, а мало ли. А, нет, 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 нет. Подписывайтесь. Я на традиции еще и поговорю. На пресс-конференциях можете поговорить. Да, супер. А впереди длинный тур. Да. Ну да, тарапила. Ну да, тарапила.